Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я предлагаю обсудить одну из последних законодательных инициатив и, наверное, одну из самых циничных, если не самую циничную за последнее время. Только что прочитал в новостях. Ссылку на статью дам в описании сюжета. Сразу четыре фракции в Госдуме выступили с законопроектом, который предполагает ограничение усыновлений детей теми лицами, которые были замешаны, ну там, пытались каким-то образом повлиять на исход выборов в России. Вроде бы этот закон будет расширять немножечко действие закона, так называемого закона Димы Яковлева. Закон Димы Яковлева – это закон, ограничивающий усыновление детей, российских сирот, гражданами США. Ну, был якобы принят после того, как погиб ребенок, усыновленный, был убит родителями, приемными родителями в Америке, Дима Яковлев, собственно. И вот после этого, после громкого случая приняли закон. Но, тем не менее, все-таки в тот раз мотивация была, что погиб ребенок, интересы детей, потому что случай не единичный. В Штатах часто усыновленные дети из России погибают. Но, тем не менее, опять же, спорный такой резонансный был закон, что, ну да, они погибают и в российских приемных семьях, но все-таки лишать детей права на семью – это как-то немножечко небуманно. И, скажем, американские семьи – это не худшие семьи. Зачастую иностранцы усыновляют детей, которых не хотят усыновлять наши граждане. То есть это дети с серьезными заболеваниями. И, кстати говоря, приоритет при усыновлении здоровых детей, ну, любых детей, приоритет при усыновлении отдается своим гражданам. То есть иностранцы, и в частности американцы, могут усыновить только тех, которых не хотят усыновлять свои. Ну, собственно, так законодательство построено. И, тем не менее, не давать вообще. Но вот сейчас еще больше ограничить круг лиц, которые могут усыновлять, и ограничить их по принципу влияния на выборы в России. Ну что, дно пробито. Я, конечно, не большого мнения о великой скрипоносной, но все-таки вот сейчас этим, ну даже не законом, скажем, инициативой законодательной, или законопроектом, или же законодательной инициативой дно пробито. Я думаю, что будет принято, потому что очень активно начали, вроде как в ответ на американские санкции. В чем пробито дно? Ну, сняты маски. Сняты маски – это самое главное. То есть, если раньше говорили, что вообще в политике, допустим, семейной, какой-то там, в политике в отношении детей, интересы в первую очередь семьи, детей учитываются, то вот сейчас маски сняты. Дети, то есть усыновление детей, дети-сироты – выборы. Какая взаимосвязь? То есть мы, так или иначе, детьми, делаем их разменной монетой в вопросе выборов. Ну, это просто от ас. До такого, я не знаю, наверное, еще ни одна страна не дошла. Дальше, конечно, ну, наверное, было бы смешно, если бы не было грустно. Сам ответ на американские санкции. Там санкции экономические. Ну, экономические с точки зрения именно санкций. Все-таки те действия, которые сейчас США осуществляют, это геополитические действия. Это военные действия в сфере влияния России, допустим, в Сирии, в той же. Это попытка сейчас вот начать переговоры с Северной Кореей, то есть геополитика оттянуть союзника России. Ну, короче говоря, действия в геополитике, в экономике, в мировой экономике, в мировой торговле. И ответ. А мы вам наших сирот не отдадим. То есть действительно, мягко говоря, наверное, карты кончились. То есть если начинают уже пугать тем, что не отдадим сирот, это сильно. Это очень сильно и действительно пробивает дно. То, что эти сироты, скорее всего, не будут усыновлены, там это дети, видимо, с заболеваниями, с очень серьезными. То, что там медицина в США, не то, что там лучше. У нас с ними уровень каменного века. То, что там у этих детей могло быть будущее, а здесь его нет. Здесь это собес и очень ранняя смерть. Пофигу, пофигу. Зато мы вам не отдадим наших сирот. Действительно, дно пробито. Ну и последнее, что приходит на ум в связи с этой инициативой. Хорошо, пытаются повлиять на выборы. Там многие из инициаторов этого законопроекта обращают внимание, что вот американцы сейчас говорят, что Россия пыталась влиять на выборы в Америке. И поэтому никаких доказательств. А у нас есть вроде бы доказательства, что пытались влиять на наши. И вот мы в отмеску, соответственно, сделаем что-то реальное, чтобы как-то за слова ответить. Но давайте тогда подумаем. В Америке некоторые политические силы утверждают, что Трамп пришел к власти именно потому, что Россия влияла на выборы. То есть там были другие кандидаты, а России был выгоден Трамп. Россия повлияла, провели Трампа. Что тогда утверждает Россия? К власти, как мы знаем, пришел Владимир Путин. Тут два варианта. Ну, понимаете, либо-либо. Вариант первый, что Америка удачно повлияла на выборы. И тогда Путин пришел. Но Путин пришел не на первый срок. Тогда получается, что Америка удачно влияет последние 18 лет. Или сколько? Ну, 18 лет суммарно будет. Или больше. Когда он пришел? Да, 18 лет. 18 лет он в власти. То есть тогда Америка постоянно влияет. Или как? Пришел-то тот же кандидат, который был. Он же не сменился. Там был Обама, стал Трамп. А здесь был Путин и стал Путин. Поэтому получается тогда, что Америка влияет. Или же Америка не повлияла. То есть она попыталась повлиять, но ничего не получилось. Как говорится, все сорвалось. Тогда получается, что Путин вопреки вот этому влиянию победил. И тем не менее хочет отыграться на детях. То есть пришел тот царь. По мнению, например, Вострикова все-таки это не президент, а царь. Пришел. И за попытку, даже не то, что за попытку, а за шанс потерять трон, пытается отыгрываться на детях. Знаете мне, что это напоминает? Это как-то жутко напоминает, особенно в рамках Великой Скрипоносной, евангельскую историю про царя Ирода Великого. Когда к Ироду пришли волхвы, сказали, что вот мы тут звезду видели, где-то Мессия родился, царь иудейский. Как бы нам его найти? Ирод испугался. Ну, почитайте начало Евангелия. Ирод испугался, что по сути претендент на власть. И говорит, а где он родился? Узнайте, сходите и мне сообщите. Ну, волхвы узнали и смотались. Не сообщили. А так как не сообщили, но Ирод-то боялся, что по сути претендент на власть рождается. То есть царство понимали буквально. То, что это царь от Бога, царство Божие. Как раз иудеи понимали царство буквально, что это царь. Конкретный земной царь. Так вот, Ирод тогда приказал убить, собственно, в Вифлееме всех младенцев. Потому что узнали, что родился вот этот Мессия где-то в Вифлееме. И порядка там 14 или 12 или 14 тысяч младенцев было убито. От нуля до двух лет. Чтобы среди них оказался вот этот случайно родившийся претендент на власть. То есть как только Ирод понял, что есть среди младенцев претендент на власть. На то, чтобы династию его потом... Ну, как претендент, ему сейчас до двух лет максимум. Очевидно, уже после твоей смерти будет прервана династия. Вот придет этот царь, который родился. И Ирод убивает всех, дабы династия его не прекратилась. Убивает как раз именно младенцев. И вот это как-то сейчас олицетворение какое-то, что ли, не знаю, на детях отыграться. У нас влияют на выборы, пошатнулся каким-то образом трон. Поэтому тысячи детей сейчас останутся... Могли бы получить семью, могли бы получить нормальную медицинскую помощь. Но они останутся на уровне растений с нашей российской медициной. И, скорее всего, там не переживут 30-летний рубеж. Ради чего? Ради того, что вроде как какая-то рука из-за океана попыталась трон шатать. Или же все-таки на троне ставленник? Вот тут одно из двух, понимаете? Если ставленник, то как же такой закон принимается? Так он уже ставленник. Если не ставленник, то получается сама идея, а вдруг, а вдруг трон пошатнется, детей. Но это один в один, как Ирод Великий сделал, который, собственно, Христа хотел убить. Но Христа-то не убил. Там родители с ребенком сбежали в Египет. Но убил, тем не менее, по-моему, 14 тысяч мифлеемских младенцев. Вот вам и Великое Скрипоносное. Вот опять дети платят за какое-то пошатывание трона.